В эфире ПС-Информ и мы продолжаем говорить о том, реально ли сегодня сделать въездной туризм эффективной отраслью экономики Архангельской области. Прямо сейчас к разговору на заданную тему присоединяется руководитель агентства правительства Архангельской области по развитию Соловецкого архипелага Роман Балашов. Роман Викторович, добрый вечер, очень рад увидеть вас в студии ПС-Информ. Добрый вечер. Соловки это, пожалуй, один из самых мощных туристических брендов Архангельской области. И хотя бы раз не побывать на архипелаге даже считается таким, знаете, дурным тоном. А недостатка в туристах у Соловков нет. За счет чего? Вот что они сегодня могут предоставить для внимания иногда присытившихся туристов? Говорить о присытившихся туристах, знаете, для Соловков не совсем корректно. Потому что какой бы человек туда не приезжал, оттуда он уезжает, как говорят, соловчане осоловевшие. Вот. И вот это вот состояние осоловелости, то есть состояние такого, знаете, детского восторга буквально вот от этого божьего творения, которое сотворено, так сказать, Господом Богом и руками людей, оно создает вообще особый настрой. И приехав один раз, это уже по моей собственной практике, человек возвращается с Соловки снова и снова. Ну вот я когда сказала присытившиеся туристы, я имела в виду, ну, Турция, Египет. Сейчас они под запретом, но все мы прекрасно уже вкусили, и не по одному разу систему пятизвездочных отелей, система все включено. Вот что могут соловки предложить помимо блестящего содержания? Я бы все-таки сравнивал соловки не с Турцией, Египтом, да, а сравнивал бы соловки с Тримом, сравнивал бы соловки с Венецией, сравнивал бы соловки с Парижем. То есть с теми объектами культурного наследия с Грецией, да, куда люди едут в первую очередь для того, чтобы прикоснуться к историческому прошлому, ну и еще раз говорю, для того, чтобы прикоснуться к нашей православной вере, потому что соловки — это в первую очередь православная святыня. Знаете, что еще дает поездка на соловки? Это громадная гордость за свою страну, за Россию. А что с инфраструктурой сегодня? Что касается инфраструктуры соловков, то мы в этом, в 2015 году начали, я надеюсь, в 2016 году закончим, но в 2017 год это будет год ввода в строй уже непосредственно, самые два главных наших объекта — это канализация и доснабжение. Это таких вот два самых серьезных и базовых, фундаментальных, я бы сказал, объекта, без создания которых вообще говорить о современной инфраструктуре поломчества и гостеприимства невозможно. Что касается морской инфраструктуры, авиационной инфраструктуры, то здесь мы находимся в таком достаточно серьезной работе, разрабатывается проектно-сметная документация, по всем объектам проводится оценка воздействия, поэтому объекты транспортной инфраструктуры — это те объекты, которые, я уверен, что стройка начнется по ним уже начиная с 2016-2017 годов. Туризм на Соловках в первую очередь ассоциируется с летним периодом, потому что зимой это, скорее всего-таки, редкое, более эпизодическое явление на архипелаге. — Самолет дорого, по суше, по морю добираться на перекладных не всегда удобно. Вот отпугивает ли такая непростая логистика добирания до Соловков туристов? И что сделать, чтобы она была более удобной? — Безусловно. Более того, мы понимаем, что есть еще продоклиматический фактор, и, скажем так, в период, наверное, с конца сентября по декабрь месяц, это очень сильные ветра, это достаточно такая ненастья, и когда понятно, что спад туристов, потому что туда добираются такие самые стойкие. А уже начиная с православных праздников, это Рождество, это Крещение, мы фиксируем каждый год увеличение количества туристов-паломников, которые пребывают именно в новогодний сезон, в новогодний период, в зимний, точнее, новогодний-зимний период. Для того, чтобы это увеличить, у нас сейчас разработан достаточно большой, интересный комплекс мероприятий, и вот в самое ближайшее время, именно в конце февраля, мы будем проводить достаточно большое спортивное мероприятие на Соловках, это мероприятие, которое будет идти при поддержке Федерации русского хоккея. — Это что-то про валенки. — Да, 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 это хоккей на валенках, и мы для себя четко понимаем, что вот в этом месяц-сезоне есть достаточно много ниш. Это туризм, который приурочен и паломничество конкретно на событиях. В первую очередь, я говорю, это Рождество, это Крещение. Это деловой туризм, потому что это возможность провести какую-то конференцию, приехать туда на несколько дней, полностью отрешиться от мира, действительно погрузиться в обсуждение, решение каких-то важных, серьезных задач. Ну и это, конечно, каникулярный туризм, то есть это туризм, который ориентирован на детские группы. — Но логистика-то будет проще становиться с годами? — Логистика, единственное, я реалист в этом плане, и прекрасно понимаю, что во вне сезонья авиация останется единственным способом попасть на Соловки. И для того, чтобы снизить цену на билеты, нужно решить две задачи. Первая — построить новую взлетопосадочную полосу, чтобы оно могло принимать те типы воздушных садов, которые изначально экономичнее. На это мы ориентированы. — Получается тогда, Соловки — это некий параллельный туристический продукт, Архангельская область — свой туристический продукт? Или как вы ее рассматриваете? — Нет, здесь все зависит от того, как человек на Соловки добирается. То есть если человек на Соловки добирается, и где ниша Архангельской области? Вот если человек на Соловки добирается самолетом, то сейчас он добирается только через Архангельск. Но я не вижу там супербогатых людей, которые чартеры заказывают. Соответственно, здесь вот то время, пока человек находится в Архангельске, это наша задача — связать Архангельск и Соловки. Если мы с вами пройдем по набережной, мы увидим громадное подворье Соловецкого монастыря, которое исторически было главным местом, где собирались, собственно говоря, паломники, и откуда они шли на Соловки. Со строительством железной дороги в Кейм понятно, что эта конструкция, так сказать, чуть-чуть поменялась. Но здесь, мне кажется, что главным стимулом для того, чтобы человек смотрел там, и посещал и Архангельск, и Соловки, как раз является вот это вот наша великая православная тема. То есть когда мы, например, говорим о том, что ты, приезжая в Архангельск, посетишь систему на сцене, то, что находится недалеко, посетишь Малые Карелы, и, скажем так, некой вершиной кульминации вот этого туристического продукта или твоей поездки будут Соловки, то есть, конечно, человек получает такое громадное количество эмоций и впечатлений, и Архангельск, мы тогда понимаем, что Соловки, это, мы говорим, там, Духовный центр России, жимчужина Архангельской области. То есть получается продавать, предлагать вкупе? Конечно, надо предлагать в комплексе, надо предлагать в комплексе, понимаешь, современный человек, человек очень разборчивый, человек, который считает деньги, который понимает, какие туристические услуги ему необходимы, и, собственно говоря, очень четко понимает, как правило, что он хочет получить от поездки. Ну, и заграниченное количество времени посетить, как можно больше. Да, абсолютно верно. Спасибо большое, Роман Викторович, за беседу и за вашу интересную точку зрения. Спасибо, спасибо вам. К вопросу о продвижении бренда Архангельской области за пределами региона. Сейчас в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе Лен-Экспо проходит выставка «Россия. Территория путешествий», и на ней туристические возможности Соловков представляет действительный член Русского географического общества, автор серии книг «История России», гид-экскурсовод Олег Кадола. Мы связались с ним по телефону. Мы представляем в данном случае, не побоюсь этого слова, кластер, который называется «Соловки». То есть все соловецкие проекты, которые ведутся на Соловках, которые ведутся рядом с ним, вот мы представляем эту часть, скажем так, региона Архангельской области на неделе интерпроизмещения. Реагируют люди очень хорошо, потому что, в принципе, соловки достаточно известный бренд Архангельской области. Естественно, он вызывает интерес у любого проходящего. Да, у нас там нормально оформленный стенд, где видно и Архангельскую область, и соловки, и поэтому много достаточно профессионалов устанавливается у нашего стенда, интересуясь, как можно отправлять группы на соловки. Или просто туристов. Проекты, которые вызывают, наверное, наибольший интерес, я бы, наверное, назвал один из новых проектов у нас, например, это «Калькулятор путешествий», он же онлайн-магазин туристических услуг «Белое море». Это такая платформа, сейчас бета-версия только в сети висит для ознакомления, рабочую версию мы будем запускать этого проекта где-то в конце марта. Это будет такой онлайн-магазин, который позволит купить любой вид туристических услуг в регионе Соловков, ну, не только Соловков, и Архангельской области, где-то там, и Карелии. То есть это такая мощная онлайн-платформа, которую мы разрабатываем самостоятельно.